Всем привет! Вы видите немного взъерошенного Лёшу Халецкого. Наконец-то я с вами общаюсь при свете дня. Сходили на дневной сеанс фильма «День выборов 2». И я, как всегда, спешу поделиться впечатлениями. Ну, что сказать? Ну да, на фильм я рекомендую сходить, но с некоторыми оговорками. Во-первых, в обязательном порядке посмотрите первую часть, если вы ещё не смотрели. Потому что очень много отсылок к первой части, очень много героев. Собственно, из первой части надо... Ну, мне кажется, что без понимания того, что было в первой части, вторая будет немного менее смешной во многих моментах. Кроме того, мне кажется, что первая часть посмешнее, честно говоря. Она такая и позлее, и посмешнее, и поактуальнее, что ли. Во-вторых, конечно, нету самоповторов каких-то, но всё-таки видно, что создатели стараются поменьше обижать власть придержащих, не так откровенно стебаться над происходящим в наших странах. Ну, как, в Беларуси вообще выборов никаких, губернаторов, мэров и прочего нету, в принципе. В России местами где-то есть, но смысл всех фильмов, по-хорошему, вот этот вот день выборов, день выборов 2, он о том, что во власть приходят случайные люди. И так, конечно, гротескно и выпукло, как вот в день выборов, да, то есть, ну, вот конкретно таких ситуаций, конечно, вряд ли может быть, но всё равно просто случайные люди, которые по-хорошему не для того, чтобы что-то менять и улучшать приходят, а просто какие-то решить свои личные проблемы. Ладно, не буду вдаваться в политику, давайте всё-таки о комедии поговорим. Мы сидели, у нас 8 человек было всего в зале, слева от нас какие-то девушки сидели, они вообще весь фильм угорали, прям, ну, заливисто смеялись практически на каждой сцене, я не знаю, этот фильм, конечно, не такая комедия, где вы так вот ржать, но они прям не могли, может, они из горосполкома какого-минского пришли, уже знакомые со всеми этими чуваками. Я улыбался во многих моментах, но я не знаю, что это такая, знаете, искромётная, прям юмореская комедия, где заливисто надо смеяться. Но фильм прикольный, и его прелесть в том, что над каждой шуткой приходится думать, действительно. Это не такое прямолинейное, знаете, а сначала кажется, блин, что они несут, а потом, когда ты, ну, немножко мозги включаешь, то, ну, смешно становится, смешно. Поэтому не хочется вам как-то пересказывать какие-то шутки. Мне больше всего про канапе понравилось лично. Ну, там вообще, там выступления кандидатов, какую они чушь постоянно несут, с каким видом. Ну, блин, вот «Квартет И» он умеет взглянуть на нашу действительность и его это преподнести. И мне, например, «День выборов» намного больше нравится, чем о чём говорят мужчины, о чём опять говорят мужчины. То есть это какое-то, знаете, бытовые темы мне никогда не были интересны. А вот «Выборы»… Мне даже «День радио» меньше нравится, чем вот «День выборов». Так что я вам рекомендую сначала дома посмотреть первую часть. Даже если вы её смотрели, то освежите в памяти, потому что, ещё раз повторю, практически все герои перекочевали во вторую. Посовёку посмотрите первую часть «Дня выборов». Обязательно сходите в кинотеатр на «День выборов 2». Не пропустила. Я нагло смотря. Не пропустила. Идите вот на эту БМВшку. Не пропустила. Идите в кино на «День выборов 2». По-моему, это умная и смешная комедия. Ну, а мы видели и слышали Лешу Халецкого. Всем пока!